Друзья мои, приветствую! С вами на связи Александр. Я сейчас просматривал у себя на канале комментарии, и у меня есть немного времени для того, чтобы ответить на парочку из них. Я выбрал два комментария. Один пространный, однако я постараюсь его сжать и максимально лагонично ответить. Второй комментарий более короткий и, соответственно, требует более конкретного и сжатого ответа. Давайте мы начнем с первого комментария. Я вкратце его зачитаю, потому что он на самом деле достаточно большой. Суть его заключается в том, что мой подписчик Питон Питонович поехал в деревню на полгода и там нашел гитару, на которой играл еще брат его отца. И пока он там жил, знакомый показал ему несколько аккордов, он пытался научиться. Однако через полгода до сих пор не получается у него брать прием барре. И он, когда зашел в интернет, для того, чтобы найти ответ на свой вопрос, в чем кроется трудность, выяснилось, что оказывается между струной и 12-м порожком на шейке грифа гитары здесь должно быть расстояние несколько миллиметров. Однако на его гитаре оно составляет 6 сантиметров. Я вообще-то удивляюсь, как вы играли, вы пишете, вот 15 секунд вам удается на этой гитаре поиграть. На 6 сантиметров расстояние между струной и грифом. Это, конечно, жесть. И я еще так понимаю, что струны у вас железные, потому что вы пишете о том, что протерлись у вас даже ладовые порожки. Второй и третий ладовые порожки. И со всеми вытекающими оттуда последствиями. И о том, что вы аккорд FM пытаетесь на втором ладу. Кстати, на втором ладу это не FM. FM берется у нас на первом ладу, это аккорд Фа минор, а на втором ладу это Фа диез минор будет аккорд. Ну ладно, суть не в этом. И вы спрашиваете, Питон Питонович, совета, как быть дальше. Потому что в ваших планах отрегулировать с помощью винта шейку грифа на пятке, то, что на старых гитарах на советских есть, винтики такие. И хотите услышать ответ или совет с моей стороны. Что я вам советую? Вы спрашиваете, правильно ли вы мыслите? Нет, неправильно. Эту гитару можете смело отвезти обратно в деревню или использовать ее каким-нибудь другим образом. Там согреться, шашлыки пожарить. Может быть она подойдет. А вот чтобы заниматься на ней, не подойдет, даже если вы отрегулируете винт на этой гитаре. Почему? Судя по вашему комментарию, этой гитаре уже не знаю сколько лет, может быть еще Ной на ней играл. Очень древняя гитара. Вы представляете, в деревне она лежала. Влага, солнце, морозы, жара. Всю гитару, скорее всего, повело. И на таких гитарах ни в коем случае нельзя начинать учиться. Тем более, если на ней металлические струны, вообще, я считаю, что противопоказано. Что я вам рекомендую? Возьмите самую простую гитару, которая изготовлена в Китае. Пусть это будет Yamaha C40 или Yamaha CX40. Пишется S, как русская S, потом H40 или в России распространены S40. Если в магазине немножко дороговато вам кажется, найдите на Авито. Где-то с рук купите такую гитару, потому что многие, кто начинают играть на гитаре, как раз и начинают с этой гитары. Когда немножечко освоили технически, инструмент подросли, тогда уже гитару меняют на более профессиональный инструмент. Не нужно себя мучить, потому что сейчас вы себе испортите, если уже, не дай бог, не испортили аппарат, правую руку, левую руку. И потом очень сложно вам будет даже играть на гитаре, где нейлоновые струны, и где правильное расстояние между струн. Поэтому возьмите простую ученическую гитару с нейлоновыми струнами и играйте на ней. И еще, я бы не советовал обучаться где-то у друга, у знакомого в деревне, или того человека, который не знает, правильно ли он играет сам на гитаре. Потому что в самом начальном этапе лучше не поскупиться, пойти к репетитору, к учителю гитары. Может быть даже в музыкальную школу зайти, заплатить учителю гитары, чтобы он хотя бы вам поставил правильно левую и правую руки. Потому что от того, какой вы фундамент заложите, в самом начале игры на гитаре будет зависеть качество вашей игры в дальнейшем. Поэтому обязательно всем рекомендую, в самом начале берите адекватный инструмент и начинайте занятия с грамотным репетитором. Хотя бы одно-два занятия возьмите, чтобы руки вам правильно поставили. Дальше уже вопрос техники, уже потихоньку будете как-то сами разбираться. Но потом переучиваться, если вы сами неправильно сразу поставили руки, это целое дело, еще сложнее, чем учиться. Вот что я вам советую. Надеюсь, прислушаетесь к совету, и он может быть и вам пригодится, и другим моим зрителям, и подписчикам. И второй вопрос касается струн. Задает его... Сейчас я найду этот вопрос. Человек, который купил российские струны, российского производства, и вдруг гитара у него перестала почему-то звучать. То есть звучит очень слабо, так слабо, что ему даже не нравится. Что бы я посоветовал? Ладно, я не могу сейчас этот комментарий, среди множества других комментариев найти. А вот. Купил российские струны фирмы Stax. Звука вообще нет. Боюсь, не испортил ли гитару? Что скажете? Спрашивает комиссар Котик. Комиссар Котик. Не испортили гитару. Но струны рекомендую поменять. Я как-то сталкивался с такой проблемой. Меня ученик попросил купить струны. И ради эксперимента мы взяли пензовские струны. В пензе изготовлены эти струны. Как их натянули, сразу же их сняли. Потому что правильно вы отметили, что нет звука, во-первых. И во-вторых, первая струна на первом же аккорде лопнула. То есть, тынг, и она разошлась вся. Поэтому берите проверенные струны фирмы GADARIO американские, SAVARES американские. Или берите, если ограничены финансово как-то, потому что струны там стоят они сколько сейчас? 10 долларов, может быть, может 15 долларов. Заказывайте на Алиэкспресс из Китая аналоги. Они будут лучше, чем те, которые вы поставили. И непрофессионал, может быть, даже какой-то профессионал не сможет их отличить. И выдерживает эти струны достаточно хорошей нагрузки. Несколько недель, как минимум, вы на них поиграете. Вот такие вот парочку советов. Спасибо, что посмотрели это видео. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте в комментариях. Я буду находить время, возможно, для того, чтобы отвечать вам. И, может быть, одно просмотрное видео, один совет, который вы услышите, он поможет вам избежать каких-то трудностей и ошибок в плане обучения игре на гитаре. А, возможно, поможет вам выйти на новый уровень. И технический, и какие-то нюансы вы узнаете. Спасибо. Ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео. Рекомендуйте своим друзьям. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.